А на какую сумму вы закупаете лекарства? В этом году 230 миллиардов. О том, что медикаменты вам положены от государства, вы об этом сразу узнали? Ну, терапевт все объяснил. Это мировая практика, перешли на дженерики, поскольку оригинальные препараты, они очень дорогие по цене. 14 наименований заболеваний орфанных включены в этом году в бесплатное лекарственное обеспечение. Мы не обслуживаем аптеки частные. Мы не обслуживаем аптеки частные. Каждые три месяца пациент должен приходить к участковому врачу за рецептом. То есть больше всего у вас денег на что уходит? Сахары, наверное, онкологии и сердце. Я вас пригласила для того, чтобы узнать, на какие лекарства мы можем рассчитывать бесплатно. Ирхат, это, наверное, больше вопрос к вам. Ну, в первую очередь, вы знаете, у нас существует система СМС. ГУБМП, где государство гарантирует обеспечение. Соответственно, со списком единой дистрибьютора мы осуществляем закуп. Эти лекарства предоставляют на бесплатной основе. Вообще, процедуры мы начинаем чуть ли не с предыдущего лета, вот на будущий год. Поэтому уже в декабре многие поставки осуществляются на наши склады. И с января месяца мы осуществляем эти реализации уже непосредственно медорганизаций. Там, получается, в медорганизациях уже своя система дистрибьюции. Они, согласно заявок, их работают. Вот, ежегодно, в прошлые годы была система, ежегодно нужно было этот список утверждать. Буквально в прошлом году, по нашему как раз предложению, этот список утвердили долгосрочно. Только новые позиции добавляются, и это, соответственно, позволяет долгосрочно как-то выстраивать работу по закупу. Мы, со своей стороны, делаем работу через отечественное производство. Прямые контракты, вы знаете, мы как компания, несколько функций. С одной стороны, дистрибьюция, а второе, мы поддерживаем отечественные производители за счет долгосрочных контрактов. Вот, второе, мы прямые контракты имеем с крупными бигфармами Pfizer, Bayer, через международные организации осуществляем. И конкурсные процедуры тоже полностью автоматизированной системы. Вот, доступ полноценный. У нас свободно работает колл-центр. Есть какие-то вопросы. У нас размещены объявления в каждой поликлинике, больнице. Любой, может, с точки зрения нехватки, недостачи или отказа этих лекарств, мы автоматически реагируем. У нас есть своя база данных по остаткам, по каждой поликлинике, региону. И мы отрабатываем каждый такой нештатный случай, недопоставки или отказа какого-то. А где можно увидеть весь перечень лекарств, которые можно получить бесплатно? Ну, он есть на сайте Мезздрава, есть на сайте нашем. Мы, ну, то есть он выставляется в открытых источниках. Ну, он постоянно, я живу... Какое количество примерно? Сколько? 187 на залоге. На залоге, да. Что такое на залоге? На залоге, это значит по болезням. В этом году уже более тысячи препаратов, которые выдаются по бесплатному. Мы находимся в пятой поликлинике Астаны. Рядом со мной Айгуль. Вы здесь обслуживаетесь уже 10 лет, да, в этой поликлинике? Да, да. А когда вы впервые встали на учет? Вот 10 лет. Вообще в 2009 году мне поставили на учет с диагнозом артериальной гипертензии и первичный гипотириоз. А два года назад поставили диагноз сахарный диабет. Вот уже 10 лет я обслуживаюсь в этой поликлинике. На учет вставать было несложно? Нет, сдала анализы, по анализам выявили эти заболевания, да, и поставили на учет. Сказали, что буду стоять на учете, получать лекарства бесплатно. И вот с тех пор стою на учете и получаю. О том, что медикаменты вам положены от государства, вы об этом сразу узнали? Ну, терапевт все объяснил, что было получать, что... И каждый раз вы получаете их вовремя, в срок? Да, как положено, в квартал один раз, ну, дают обычно на 3 месяца. Давайте посмотрим, как вы это делаете. Вы сейчас к терапевту тоже идете? Да, пришла. Ну, давайте, мы вместе с вами сходим. Здравствуйте. Здравствуйте. В поликлинике, как всегда, людей много. У вас какой кабинет? 247 вот. Да, да? Да. Здравствуйте, мы тоже к вам пришли на прием. Просто интересно узнать, как вообще проходит процесс. То есть можно прийти, если по анализам вы видите, что у человека болезнь, да, диагноз ставите, затем ставите на учет и сразу же выписываете лекарство, да? Выбираем пациента. Здесь мы выбираем нозологию у нас идет, диабет сахарный идет. Здесь все абсолютно нозологии, согласно 75-го приказа, который последний по выписке препаратов по АЛО идет, абсолютно все диагнозы. Выбираем сначала диагноз, затем выбираем необходимый нам препарат, да, глюконил, например, метформин, который в составе находится, дозировка. 850. Здесь мы выбираем тип, категорию пациента. Есть пациенты, которые получают согласно ОСМС, есть, которые согласно ГОБМП идет финансирование. ГОБМП, да что такое? ГОБМП это бесплатный, который идет, а ОСМС это по системам выплат. Получается, пациент на пенсии не состоит, не является пенсионером. И вот здесь взрослые, состоящие на динамическом наблюдении за исключением получателей пенсионных выплат. Либо дети, которые состоят, есть. Вот у нее автоматически выходит диагноз. Если пациент не состоит в базах на учете, вот это не выходит, здесь у нас запрет выходит. То есть у вас получается, вы на автомате, вы видите, например, вбиваете ИИН. Да. И вы видите, человек реально может. Сейчас раньше было такое, что проходило, например, что пациенты не состоящие, не выходило. Сейчас программа более автоматизированная. Пациенты, когда вводят на учет базу, вносят его абсолютно во всех базах, даже если она уедет в другой город. То есть она может в любом городе получить? Получить, нет. Если она уехала и встала на учет в другую поликлинику в другом городе, будет видно, что она на учете состояла уже с сахарным диабетом. И абсолютно все выписки за весь период, когда существовало. А, то есть это как база, то есть вы можете, это все сохраняется? Да, это все сохраняется. А эта база, она общая на всю республику? Да, она на всю республику идет. Единственное, что Айгуль не может получить эти препараты в другом месте, она может получить только в прикрепленной поликлинике, да? Да, она по месту жительства здесь у нас. Но увидеть это может любой врач? Любой врач, у кого есть доступ. А как это называется, вот эта база данных ваша? Это у нас идет программа ЕСИС. Вот эти лекарства мы получаем, потому что мы платим ОСМС, или же когда ты подтверждаешь инвалидность, да, у тебя там, не знаю, сахар или там туберкулез или еще какая-то болезнь, да? То есть как вообще, кто имеет право на эти бесплатные лекарства? Лекарственные препараты выдаются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это хронические заболевания, в основном взрослое население. По ОСМС, вот в 2019 году мы сделали заявку, дополнили перечень на залоги, перечень на именование препаратов добавились. И в рамках ОСМС уже с 2020 года мы выдаем препараты. То есть выдается и в рамках ГОБМП, и в рамках ОСМС. То есть то, что я плачу за себя, за сотрудником ОСМС, я имею право тоже одно из этих лекарств, да, из этого перечня получить бесплатно? Через поликлинику, если у вас, ну, по назначению подходит по этой нозологии? Кто выписывает это назначение? Это врач, врач, который у вас... Поликлиники? Поликлиники, да, через поликлинику. Как это делается? То есть ты приходишь в поликлинику, которая там, который ты прикреплен по своему адресу, приходишь к врачу и там жалуешься на свое здоровье. Врач тебе выписывает какой-то рецепт, ты идешь в аптеку и получаешь эти лекарства бесплатно. Да, эти аптеки находятся при поликлиниках. Лекарственные препараты выписывает участковый врач после обследования, после установления диагноза. Если это диспансерный пациент, у нас есть именно... Мы ставим на учет диспансерный учет и пациенту выписываются эти препараты. Обязательно консультируется узким специалистом, корректируется назначение и он может на три месяца сразу же получить препарат. Это если хроническое заболевание? Если хроническое. Если острое заболевание, вы тоже можете обратиться к своему участковому врачу прикрепленному, он устанавливает острое какое-то заболевание. Урви, например, да? Урви у детей. На пороге урви, так сказать. Урви у детей есть. У взрослых нет. Мы в рамках ОСМС не можем рассчитывать на бесплатные лекарства? Не все на залоге, там есть список соответствующих. В основном ориентировано на хронические заболевания, которые нужно ежедневно принимать и это очень дорого пациенту. То есть острое респираторное заболевание можно вообще взрослому человеку не попить чай, да, пополоскать горло, а препараты... Посидите дома, попейте чай с малиной, все будет хорошо. Ну, нужно, чтобы гарантированный объем и ОСМС покрывал препараты, которому затруднительно пациенту и он ежедневно это принимает. Это такие заболевания, как сахарный диабет, артериальная гипертензия. Очень много хронических заболеваний и пациент просто неподъемная цена. Вот, например, в среднем по сахарному диабету 91 тысячу мы в денежном выражении препаратов на 91 тысячу ежемесячно выдаем. Но это же не может человек покупать себе. По артериальной гипертензии, рассеянный склероз, очень много заболеваний, которые каждый день беспрерывно. И это очень важно, чтобы именно мы выдавали препараты хроническим пациентам, потому что если он будет регулярно получать, а если мы даем бесплатно, это говорит о том, что он регулярно имеет возможность принимать. У него не будет ухудшения состояния, у него не будет повышения давления, повышения сахара, у него не будет осложнений и продолжительность жизни улучшится. Вот главная цель это. То есть государство помогает людям, у кого хронические заболевания сложные, где лекарства очень дорогие, которые люди просто не могут себе приобрести. А если он прерывает лечение, то это чревато серьезными проблемами. Поэтому цель она такая. После внедрения обязательного медицинского страхования, естественно, расширяется перечень, выдаются препараты детям. Но в целом должно покрываться именно такие тяжелые заболевания, которые ежедневно необходимы препаратам. Я хотел добавить, помимо этого называется АЛО, так помимо этого стационар. То есть когда идут операции по государственной линии, по госуслугам, тоже покрывается лекарство. Помимо этих болезней, которые хронические, это вот в стационарах, в рамках уже текущих операций, текущих интервенций государственных больниц, они тоже покрываются лекарством параллельно. А на какую сумму вы закупаете лекарства раз в году? В этом году 230 миллиардов тенге. 230 миллиардов тенге. И из них, это вот как раз какая-то часть именно для тех, кто болеет хроническими заболеваниями и приходит как раз в поликлиники, да? Через систему поликлиники. Как вы выбираете лекарство? Ну, это выбирает у нас система через Министерство здравоохранения. Они определяют список. Есть формулярная комиссия, это все по международным стандартам. Вот. И они определяют соответствующий список. Мы, это по этому списку, он утверждается по стандартам правительства. И мы по нему производим сбор среди поликлиник, среди больниц на текущий, на будущий год. И осуществляем соответствующий закуп по этой потребности. Если в процентном соотношении, да, вот вы закупаете на 230 миллиардов тенге лекарства, сколько из них, какой процент, это Made in Kazakhstan? Прошлый год почти 33% Made in Kazakhstan. Поза года два назад три было под 17%. Ну, вот как раз пандемия был тот период, когда у нас КФК вакцины начал производить. У нас наши отечественные производители почти в 3-4 смены становились, выпускали пандемийные позиции. Тогда, вы знаете, большой объем нужно было интервенций делать. На рынке почти не было некоторых позиций, они успели локализоваться. И вот произошел хороший рост. Вообще получается, что отечественное производство позволило нам помочь лекарственной безопасностью. Но и многие страны вообще этим занимаются. Почему? Потому что, когда происходит пандемия, кризис, ломается логистика, перекрываются пути доступа к некоторым субстанциям, там все начинают диктовать условия. Это тот же Китай, например, Россия в момент пандемии перекрывала границы. И единственное, отечественные производители, мы вот тоже собирали их, они в 3-4 смены выпускали продукцию. Мы буквально созревали лекарства в пути следования логистики. То есть они выпускались, мы смотрели, до склада везли, отстаивали их там и в момент, когда уже по срокам годности и отпускали. Ну, с колес фактически работали. То есть если бы у нас не было своих фармзаводов во время пандемии, мы могли бы вообще остаться без лекарств? Да, ну, какие-то позиции, конечно, Казахстан не освоил их, очень сложные. Но те, которые первые линии, так называемые, базовые, они в действительности много очень помогли. И почему так произошло? Наверное, потому что все страны сами за себя в тот момент боролись. И по нашей оценке, вот рост очень большой, ближайшие 10 лет будет по фармацевтике. И мы считаем, что, наверное, фармацевтикой нужно заниматься. Это с точки зрения налогов, инноваций и такого отрасли, где идет такой громадный рост в ближайшие 5-7 лет. Тем более, наверное, с геополитической ситуацией там тоже вопрос, что на тот же Россию открываются рынки, некоторые позиции можно было туда экспортировать. Поскольку мы в евразийском пространстве можем беспошленно все это экспортировать, это дополнительный какой-то такой шанс для развития экспорта не только в Россию, но и, наверное, в среднеазиатские страны, ближайшие зарубежья. – Президент поручал разобраться с ценами на лекарства в аптеках и как раз именно вашему ведомству. Не получится так, что условно вы сейчас наращиваете «Мэйвинг Казахстан», то есть вы поддерживаете, но в то же время вы регулируете им цены. Потому что я брала интервью у руководителя завода «Химфарм», и он говорит, что наш основной партнер, заказчик – это государство. Но там тоже вы как будто бы их регулируете по ценам. – Все регулирования цены осуществляют у нас на ЦЭЛС, это регулятор МИЗДРАФ. Потом я хотел отметить, что мы не работаем с частными аптеками, розничным рынком тоже не работаем. – То есть вы не влияете на цены? – Мы не влияем на розничный рынок, мы работаем внутри медорганизации, это около 1300 больниц, которые мы осуществляем, включая поликлиники. У нас есть коридор цены, так называемая государством утверждена предельная цена, которые регулируют на ЦЭЛС, они рассчитывают, смотрят последние сделки, анализируют с другими странами, референтами, и эту цену регулируют. – То есть аптека или любой производитель не может поставить себе цену? То есть государство регулирует цены, да? – Нет, государство предельную цену все равно отстаивает, но мы тоже по нашему закону исходим из этой предельной цены. – А почему тогда президент поручил разобраться с ценами, если государство уже это регулирует? – Нет, я говорю про розничный рынок, он не регулирует цены, мы только про государственный закуп говорим, что он зарегулирован и определяет цены. Потом вы должны понимать, что мы закупаем, получается, от 1300 больниц, размещаем и, соответственно, рынки, цены должны опадать. Второе – это конкурсы у нас автоматизированы, только вот за весь 3-4 года 189 миллиардов экономии сделали. В прошлый год 32 миллиарда во время электронного аукциона. Ну, это как раз консолидация всего объема, который мы закупаем, и, соответственно, идет дистрибьюция на эти больницы. Раньше было, как каждая больница отдельно покупала какие-то позиции, и, соответственно, объем маленький, но и цены были. Второе – была разница между регионами, для чего эскоформация в свое время была создана, где логистика лучше, куда самолеты прилетали, Алмата ближе, западные регионы где-то отдалены от ВКО, и цены, соответственно, разнились. Сейчас это унифицированный поток, и цены не разнятся вообще по регионам. А не бывает такого, что, например, ты приходишь к врачу, он тебе выписывает лекарство бесплатное, которое нужно получить в аптеке, но при этом врач, можешь сказать, порекомендовать все-таки есть зарубежный аналог, что он там гораздо лучше, например. Ну, это, конечно, не исключено. За каждого врача мы не можем ответить. Знаете, у казахстанцев многим кажется, что если это турецкое лекарство или корейское, что оно точно эффективнее. Да, очень часто сами пациенты такое задают, такой вопрос ставят. Но амбулаторное звено, которое участковые врачи выписывают бесплатные лекарственные препараты, они понимают и знают, что регулярность приема зависит от того, как бесплатно выдаешь. То есть очень важно, они сразу говорят, вы знаете, мы выписываем, они по 50 рецептов в день выписывают. Понимаете, они сразу говорят, мы выписываем препараты казахстанского производства, они прекрасно помогают, и это огромное количество людей, не нужно на это ориентироваться, вот берите бесплатно, и все будет нормально. В основной массе это участковые врачи, которые знают статистику, выписывают эти препараты, наблюдают за пациентами, они в большей степени рекомендуют брать бесплатно. Все, что бесплатно, конечно, всегда привлекательно, но качество, как вы контролируете качество этих лекарств, или, скажем, есть же аналоги, то есть вы наверняка, как СК Формация, вы выбираете то, что подешевле. Это тоже регулируется со стороны Министерства здравоохранения, есть специальный орган на ЦЭЛС, Центр регистрации, который регистрирует, контролирует постфармконтроль, есть беремия регистрация по лабораториям, и они отсматривают так называемый фармконтроль полноценный. Мы со своей стороны, естественно, реагируем, есть такая система желтых карт, когда заполняется врачами, пациентами, и мы автоматически реагируем на такие, получают, кейсы, когда с каждым из таких производят. Но на самом деле мировая практика говорит о том, что дженерики, люди хотят оригинал дженерики, и всегда выпадает, так сказать, поскольку это… Дженерики – это оригинал? Нет, оригинальный препарат – это разработан конкретно Бигфармой какой-то компанией, дженерик – это вышедшие из патента лекарства, которые производятся, аналог как бы. По такому же рецепту, да? Да, по такому рецепту. Естественно, многие страны, это мировая практика, перешли на дженерики, и поскольку оригинальные препараты, они очень дорогие по цене, эффективность проверяется, естественно, органами. Но вот последние годы мы там ставим вопрос, и министр поручил пересматривать, контролировать этот список, там, где действительно идет потребление, опрашивается, есть такое, называемые, нештатные советники по разным нозологиям, они отслеживают это потребление, какие-то лекарства, в действительности, наверное, либо подтвержденные, неэффективность какая-то, если есть. Мы созданы рабочей группой, и они смотрят, соответствующие, какие позиции нужно заменить. Вот простой пример, недавно принято решение по орфанным лекарствам, то, что Ружан Саин как раз это ведет, работу поручено Министерству через государственное финансирование обеспечить закуп этих редких заболеваний. И там, в основном, оригинальные препараты, очень инновационные, очень дорогие. Вот этот укол, который стоит миллион долларов, 42 миллиона, да. 42 миллиона тенге, самый дорогой, это миллион долларов. Да, спинально-мышечная атрофия заболевания детям, вот этот препарат введен как орфанное заболевание, в этом году он включен в список по бесплатному лекарственному обеспечению. А сколько детей у нас нуждаются в этом уколе? Ну, у нас в поликлинике нет, это буквально единицы детей. Ведется их 23 там по Казахстану, там очень у них маленькое количество. Вот с этого года теперь получается у детей, у кого орфанное заболевание, то есть они могут рассчитывать на этот укол, да? На этот укол. Но это не золгензма, который стоит миллион долларов, а какой-то подешевле, да? Там тоже есть список, да, которые вот… Золгензма – это, конечно, исключение. В многих странах, конечно, орфанные заболевания финансируют за счет вне бюджетных фондов, там, поэтому там такие суммы, вряд ли бюджет, наверное, в ближайшее время потянет. Но выходы какие-то ищутся. Мы вот первый шаг уже, то, что вообще попали орфанные заболевания, да. Через местный бюджет где-то, фонд Халхуна где-то рассматривается. 14 наименований заболеваний орфанных включены в этом году в бесплатное лекарственное обеспечение. Ранее они тоже обеспечивались, но через местный бюджет. А вы что, будете параллельно с Казахстаном Халхуна делать этот запад? Мы разделим то, что мы сможем покрыть за счет нашего бюджета делаем, а все остальное делается Халхуна. Вот аптека наша, где я получаю лекарства. Здравствуйте. Можно получить лекарства, да? Получить. Вот рецепт. А у вас вот эта вот связь, она общая, да? То есть, например, терапевт выписал лекарства? То есть вы тоже видите, да, у себя в базе? Мы у себя в базе, когда уже начинаем обеспечивать, видим базе. У нас самосвязь есть с очами. Не может быть, она интеграция идет. То есть все интегрировано, да? Да, интегрировано. А не бывает такого, Игуль, что вы, например, пришли, а лекарство закончилось, например? Ну, вы же не единственная, кто болеет. Нет, терапевт видит в базе, есть лекарства. Если нет, они мне сразу говорят. А если нет, то что делаете? Придите там завтра, могут завтра завести, потому что постоянно, по-моему, завезти в аптеку. А если покупать ваши лекарства, они дорогие? Сколько они стоят? Я как-то даже и не узнала. Не знаете цены? Наверное, да. А на рынке можно взять вот это лекарство посмотреть? А вот это часть, не, нет, вот саму упаковку. А не печать? Само лекарство, вот этот препарат на рынке, он сколько стоит? На рынке, вы знаете, на рынке они разговаривают, вот Митфорнир, кто международный звонит. Его на рынке может быть несколько его аналитов. Ну, примерно, на вскидку сколько? Примерно, например, есть Акуро германский, он где-то стоит 4 тысячи. 4 тысячи, да? Да, ну, этот германский вот дженерик, ну, это дженерик, да, да, да. Этот стоит подешевле. Примерно ваш препарат стоит 4 тысячи тенге, вы сейчас забираете 3 упаковки, то есть вы уже получаете помощь, там, сколько, почти 15 тысяч тенге, да? Это только один препарат. Это только один препарат, а у вас их несколько, да? Несколько, обычно. Вы не считали вообще, сколько вам экономия? Ну, вообще, ну, противок 30, наверное. Надо посчитать. Например, да, например, который вот от сахарного диабета, вот, нетрули сити, он вообще, я думаю, дорогой. Дорогой сколько? Потому что он идет, шприц готовый, ну, я не знаю цены, правда. Ну, вот я знаю, что от сахарного диабета, там, вот эти шприцы, они очень дорогие. Да, я думаю, не дорогие. Что мне один мой друг говорил, что он такой обеспеченный парень, но он получает от государства. Ирхат, можно вопрос, что творится сейчас на складах СК Фармации, потому что во время пандемии, да, мы увидели, что какой-то был дефицит, ажиотаж. Хочу сразу сказать, что, наверное, тогда был, вообще никто не был готов. Десять раз увеличилось потребление, и рынок сам не готов. И хотел еще раз отметить, что мы не обслуживаем аптеки частные. Всегда это часто говорят, что вот в аптеках не было. Мы обслуживаем только государственные медорганизации. Сегодня система выстроена так, что мы управляем остатками. Я вообще профессиональный логист, поэтому изначально, когда пришел, мы поставили вопрос, что должен быть какой-то двухмесячный запас, в том числе отдельно был по ковидам создан, и он хорошо себя показал. Когда на рынке произошел дефицит, даже Индия где-то там просела, там еще что-то, мы из этого запаса выбирали и тут же отправляли на закуп. То есть получалось, что мы в течение суток закрывали сверхпотребность, которая неожиданно появилась из-за роста. Вот. Таких запасов изначально не было, поэтому мое личное экспертное мнение только запасами какими-то. В прошлом году нам правительство одобрило создание 25% не только ковидных, но и вообще. То есть может быть позиции, которые, где произошли, возможно, в последние три года сбой на заводах, там где-то дефицит по ним был. Мы по этим позициям всегда держим 25% запас такой. Это тоже согласовано с Министерством здравоохранения, потому что на рынке, на самом деле, идет такой, это открытый объем продаж, и ты, если не успел купить, не встал в очередь в производство, ну, тебя, соответственно, выбрасывают, так сказать, из производства. Вот. По поводу складов. Сейчас ведется учет, соответственно, остатков в медорганизациях, на наших складах. Мы видим на опережении, где идет снижение ниже уровня. Вот. Сейчас идет автоматизация 1С и, получается, миссов, которые сейчас в больницах есть, которые позволяют видеть в течение даже суточного объема, сколько где. Ну, это постепенно по всему Казахстану будет сделано. А так, на самом деле, проблема того периода была в том, что, в том числе и логистика, она была чуть-чуть заторможена, поскольку, там, получалось, две недели машины ходили. Сейчас мы отработали хронометраж. У нас четыре хаба, Алмата, получается, Актюбинск, Астана и Чемкент. Вот. У нас хронометраж в течение суток мы можем выбросить в ближайший город, который обслуживает суточный такой срок доставки. Вы знаете, мы являемся операторами вакцин тоже по холодовой цепи. Контроль идет через систему логеров, так называемых, которая считывает. Мы смотрим в самом складе, в машине, в организации, в поликлинике отслеживаются холодильники. Вот. Весь путь-то, он нумеруется и... То есть это все так круто оцифровано, да? Вот у вас есть связь, например? У вас пятая поликлиника, например? Да, препараты. Вы видите, что у них на складах? Препараты, которые у нас, это их склад. Нет, как вы это видите? На компьютере у себя? Мы, конечно, прям мощной такой оцифровки нет, но у нашего логиста есть вот этот логер, который считывает с этого места, с этого ее на флешку. И мы потом отчет этот смотрим, фиксируем. Но вы знаете, например, как СК Фармацея, что происходит на складах всех больниц, всех поликлиник государственных, которые в Казахстане? Управление здравоохранения мы отправляем уже ответственность непосредственно системы местного УЗО. Они отслеживают, фиксируют. Их периодически проверяет СЭС на датчики, на все. То есть там вообще система позволяет, у каждого холодильника есть электронный датчик, падала или опускалась температура. Они берут, проверяют за последний недельный срок и могут периодически такой контроль. Они это все в учет ведут журналы, соответствующие с требованиями всех этих лекарств. Потому что там есть холодильники, ну это режим 2,8, есть холодовые. Мы купили, знаете, что и Минздрав купил холодильники под Файзер, который минус 8 сможет содержать. И сейчас многие организации имеют эти холодильники. В каждой фигуре есть такой холодильник? Они как бы создали внутри региона, распределили, где эти хранилища делаются. Ну, в основном все объемы позволяют покрывать полностью. Сегодня вакцины, это получается, Файзер закончился, но в ближайшее время там анонсировал министр, что будет закуп. Вот сейчас Синофарм есть и Казвак. То есть в вашей поликлинике тоже есть такой холодильник? Да, да. Мы делаем, у нас крупная поликлиника, мы ежедневно делаем прививки, в том числе, как только доставка идет, Файзер, Синофарм, Казвак. Все, все, спутник, все виды вакцин у нас есть и мы делаем. А вот можно вопрос? Даже в маленьких частных центрах есть набор всех вакцин, но это, естественно, нужно закупать. Вот бесплатные лекарства, которые мы получаем, имеем право получать от государства. В частных аптеках их нет, они все при поликлиниках, верно? То есть идет человек в врачу, получает назначение, рецепт и идет в государство. Ну, в разных регионах же разные заболевания, например, да? То есть, как вы, например, там, у кого-то где-то сахарного диабета больше, у кого-то там, не знаю, кардио. Мы сделаем заявку. Каждая организация на год вперед составляется заявка. То есть, если сейчас кто-то смотрит нас, и он периодически приходит в свою поликлинику, и в его аптеке нет этого лекарства, это вопрос к менеджеру этой поликлиники. Да, у нас есть сейчас возможность, вот внутри города, если такое бывает иногда, что вот не доставлено, еще не дошел препарат. Но это к главному врачу получается вопрос. Ну, это взаимодействие с СК-фармацией, иногда по логистике бывает, что такое. Но у нас есть всегда возможность взять это в другую организацию, то есть направить пациента в другую. Но это крайне редко бывает, но в основном это случается с пациентами, допустим, с редкими заболеваниями, которого у нас на учете не было, но он прибыл к нам, и мы тогда можем взять у тех организаций, у кого она есть, и тут же сделать заявку, то есть в определенное время. Но в основном стараемся, чтобы пациента не было перерыва, и это наша обязанность. Атасыз нешедесы? 83-мин. 83-мин. Бұл поликлиникаға жиегелесі ба? Жиегелем, 5 жылы от мылда учет татарам. Анализы тапсырамын. Сосын, мылда мені релгент кетчелдат түсірует. Дәрлерін ғайт, мылда өті жақсы пастельны белео, жатым системы аламын. А диагнозы кандайсисы? Диагнозы менде, ишеменшің болезы сәтші, хобыл, содының гейін артериалның давление жүректың сода кейін. Мен бағал көп препарат берет, бергеліне әртүрі препараттар. Манау, беспаролол, цияқы, тағы, кекен тап, теткан тап, содынағы солдайындар көп дәрлер. Оның бәрі уақытында... Оның бәрі тегім ғой? Тегім берет, екірші уақытында берет. Оны әлген көтіп тұрмайсыз. Сіз сонда осы поликлиника қашан келесіп? Бір кварталда бір рет? Бір кварталда бір рет кел, кейде өтер шақырмалады. Мен осында келіп қаранам қайтып. Мұна қысынер кексірет, мұна врачтар өті жақсы қысынер. Мұна медицинский персоналдың бәрі оғды ұслай... Репараттарды сонда күнде шесті, е? Мен күнді шем олы режим ой баған. Ол уақытында шіпесе олы жайшы келгі жәрі бейді. Сосын бар, диета сақтаны көрек. Ал үшет қақаш амтырдыңыз? Бір бүгін 17 жыл тұрдым. 17 жылға шейін, сонда орған жоқсыз, е? Жоқ, мен ауырдың берікі, мұнау антрелдің аспы дұқат елдің ұдұшы е. Сонда мен ауылда тұрғанда мен жамам болып, сонда ауыл жеті, ондай әлгіліктілер, апарат жоқ. Сонда 200 метр жүртсім, мен тұқтап демалам. Сонда кейін, мұнда осы бәліске келгенің кейін, осы маған сонда ауырға күлі препаратты беріп, қазір алыға шүкір, мен әңгідем алып, ұстым дұсталды. Нармайлық қазір алығы ұлды. Қазір алыға қазір алыға шүкір, мен әрі жүріп мен әлі. Бұрын шақтында, ғот жүнстігім, шақтығасында ауырғой. Тазасы ауа, қаза мес, сұйырға күліптілер, қасын барын шақтығасында жарыпқа шығамыз көз гірмейді. Шақтығасында шуғым, саңғыр оғалы, құлағымыз шалай ерсейді. Мы работали в СССР в ВССР, в СССР. И я работал в СССР. Я работал в СССР в ВССР. Мы работали в СССР. Мы работали в СССР, но мы работали в СССР. Вы главный врач 5-й поликлиники. Вы точно знаете, какой у нас перечень бесплатных лекарств. И все, кто с хроническими заболеваниями, они могут спокойно приходить и делать от диабета какое-то дорогое лекарство Мне недавно друг один мой сказал, у которого есть деньги И он говорит, слушай, я раз в полгода, по-моему, хожу, делаю какой-то укол, у него сахарный диабет И я, говорит, получаю это лекарство бесплатно Да, у нас инновационные препараты по сахарному диабету, перечень очень большой Есть инсулинозависимые, второй тип неинсулинозависимые Препараты самые современные, есть инновационные, есть оригинальные Препараты каждый год пересматриваются, добавляются В среднем у нас, вот мы считали, что в поликлинике пациент с сахарным диабетом, а у нас их больше тысячу Получает на 95 тысяч ежемесячно Пациент, естественно, не знает, он получает, а мы в среднем считаем 95 тысяч тенге? 95 тысяч тенге ежемесячно препараты Один пациент? Один пациент А за рубежом тоже так? Примерно они так же выдают За рубежом все страны, получается, нормальные, продвинутые Они все тоже своих граждан Обеспечивают, да Бесплатно обеспечивают, да? С препаратами, которые имеют доказательную базу Именно все, что имеет доказательную базу Что препарат эффективный Все препараты у нас выдаются То есть все, что выдаются А вот если, допустим, у сахарный диабет Нужно каждый раз приходить к врачу за новые порции лекарства? Или там достаточно один раз в год сходить Получить рецепт? Эндокринологу, к узкому специалисту Можно пойти один раз Он порекомендует вам Или на полгода, в зависимости от состояния Или на год Он скажет, вот этот перечень препаратов вы можете получать Участковый врач имеет право выписать на 3 месяца вперед А некоторые препараты на месяц вперед То есть, в принципе, каждые 3 месяца Пациент должен приходить к участковому врачу за рецептом Но это можно сделать и через медицинскую сестру В целом, это доступность есть к этому Здесь надо отметить, что это же лечение Лечение не только лекарства Не только лекарства, это значит мнение врача То есть чекинг по анализам, посмотреть, корректировать То есть в любом случае ему нужно прийти к врачу снова, да? Это все равно, мне кажется, важно, чтобы врач посмотрел Проговорить все вопросы, потому что препаратов много Цвет, языка, ну там они смотрят же, какие-то вещи И он каких-то, может эффекта нету от каких-то лекарств Он начинает менять, потому что набор очень большой Вот, и здесь смотрится Я думаю, что многие, кто сейчас смотрит это интервью Они, допустим, у кого-то может быть хроническое заболевание И кто-то может быть привык покупать это лекарство Он даже не в курсе, да? Есть такие, которые не в курсе, что вообще-то это лекарство положено И там государство тебе это оплачивает Может быть, да, не сильно дорогие препараты Некоторые с артериальной гипертензией, допустим, они могут сами покупать препараты Такие пациенты тоже есть Но в целом, те, которые понимают, что регулярность приема по хроническим заболеваниям Естественно, и онкология, и многие заболевания крови Которые состоят на учете, они понимают, что это постоянные приемы И получают препараты без проблем Если человек получит отказ, допустим, он приходит к врачу, да, у него там хроническое заболевание И врач говорит, ну, вам не положено Такое же бывает тоже Это нозологии, которые не вошли в перечень Есть приказ, по которому четко обозначено, какие нозологии конкретно имеет право пациент получить бесплатно А какие-то нозологии Если человек получил отказ, например, да, у него вот это лекарство входит в перечень бесплатных лекарств Что ему делать, куда обращаться? Звонить в колл-центр? В колл-центр мы можем среагировать Ну, и потом у самого управления здравоохранения свой есть центр У нас, да, есть поддержка пациентов То есть такого в принципе быть не может? В принципе не должно быть Ну, в любом случае какие-то частные моменты случаются Что вот какой-то отказ непонятный Или, может быть, кто-то неквалифицированно ответил как-то Естественно, у нас есть своя служба поддержки пациентов Есть возможность пожаловаться и в колл-центр И у нас очень много коммуникаций, по которым может человек пожаловаться В том числе с коформацией непосредственно в организацию Непосредственно в службу поддержки пациентов То есть это реагирует моментально Я, конечно, считаю, что в данном случае вот то, что автоматизацию завершить нужно Вот в Турции мы изучали опыт, что вот ты открываешь этот МИС И тебе 10 лет назад твои снимки видно И 10 лет твои анализы Также и вот эти лекарства ты заказал, получил, посмотрел Сейчас вот поэтому очень большая работа Это вы сейчас работаете над таким? Да, это не мы, это совместный Министерство здравоохранения, МИС Они смотрят вот этот, когда у личный кабинет пациента Медицинский, да, такой? Видно там рецепты Это было бы супер Сейчас пациенты получают смс у нас программа ИСЛО Ну там есть изъяны, конечно, надо завершить Да, есть, может 100%, но если пациенту выписал врач бесплатный лекарственный препарат Ему приходит смс, вам выписан бесплатный лекарственный препарат Ой, супер То есть это контроль со стороны пациента Вам нужно, знаете, вписаться в Каспи-банк, есть же такая услуга, цифровые документы Последний ПЦРТ, паспорт вакцинации Как-то называется социальный кошелек, вот этот проект, который президент получил Вот это было бы здорово, да? Потому что реально ты все теряешь Да, потому что... Совершенству нет предела Да, да, ну что и врач тоже где-то может забыть А когда видно в учете, что такие лекарства ему положены Он тогда-то получал, он поднимает просто историю у себя Он сам уже забывает даже, получал он, не получал, есть, нет И вот эта реакция, что мне вот это не дали, есть или нет И очереди там свои автоматические там Ирхат, на 230 миллиардов тенге вы ежегодно закупаете лекарства Да, 33% у местных наших, казахстанских производителей Остальное у зарубежных Эти лекарства вы распределяете по всем больницам государственным, поликлиникам, да? Алтанжаш, вы сказали, что есть перечень лекарств, которые получают пациенты с хроническими заболеваниями Которые стоят на учете, да? Мы, вот, например, я, если дам завтра в январе, да, там, урви, я не знаю, простуды, да? Я приду в поликлинику, я на что могу рассчитывать? Да, 187 наименований заболеваний, по которым бесплатно гарантировано лекарственное обеспечение В том числе артериальной гипертензии Но мне нужно на учет встать, например? Да, обязательно Если там давление, допустим, или что-то Если вы можете установить этот диагноз у частного врача, вы уже получили какие-то назначения Можете прийти в поликлинику изначально, подозревая, что у вас все-таки давление вас обследует Участковый врач смотрит, ставит вас на диспансерный учет И все препараты, которые доказательно имеют базу и действительно помогают при артериальной гипертензии Они включены в список, полностью весь перечень лекарственных препаратов Оно дается бесплатно Условно, я взяла рецепт, пошла в вашу аптеку, в вашей поликлинике, получила Хочу полежать в больнице, прокапаться Я опять по СМС, я же могу полежать в больнице и тоже не платить Квоту там оформляет врач? В больницу ложатся те пациенты, у которых не помогает амбулаторное лечение Допустим, кризовое течение, не помогает лекарственные препараты То, естественно, вас по показаниям ложат в больницу Вы можете получить лечение или в дневном стационаре, или в круглосуточном Это тоже будет все бесплатно Если же у пациента, скажем, выясняется, что у него онкология, например То есть опять по квоте в больницу, и вот за счет СК-формации И мы выдаем Это уже больница, самая онкологическая заказа У него свой перечень По онкологии вы много закупаете лекарств? Да, да, вот как по сахару и по онкологии очень большой объем То есть больше всего у вас денег на что уходит? Сахар, наверное, онкология и сердце Кардио, да? Кардио, да И они как раз-таки самый большой процент, от которого люди умирают И продолжительность жизни может улучшиться в случае вот именно этих нозологий чаще всего Поэтому их нужно постоянно выдавать бесплатным препаратом Весь полностью перечень препаратов, которые помогают в лечении сахарного диабета, артериальной гипертензии При онкологии он включен в бесплатный И его можно получить или через поликлинику, или через онкологический центр Многие просто боятся даже идти в поликлинику Потому что у всех существует стереотип, что там очереди Что ты потратишь весь день И еще не факт, что ты получишь то, на что рассчитываешь Да, сейчас существует предварительная запись, в том числе и к участковому врачу И если вы предварительно записались, то плюс-минус там, если сложный пациент Только задержки, а в целом они попадают Звучит, как будто бы все легко Нет На самом деле, по факту, наверное, не так На самом деле, есть моменты, когда вот у нас по стандартам фонда медицинское страхование К участковому врачу вы должны попасть в течение трех дней Если это не экстренное состояние Это достаточно такой хороший момент Но мы все прекрасно понимаем, что врачей и участковых не хватает И иногда, в частности, когда вы позвоните в какую-то поликлинику, к которой вы относитесь Может быть такое, что вам скажут через неделю Но для того, чтобы... Я могу просто пойти в частную клинику и получить тот же самый рецепт Частная клиника, если не оказывает помощь в рамках гарантированного объема И не имеет договорных отношений с фондом То они не будут выписывать Ну вот, например, частный врач мне подтвердил Да, давление, да Вот тебе лекарства И вот они действительно есть в перечне бесплатных лекарств Но я должна пойти с участковым, к участковому Участковый должен меня заново пересмотреть И он не обязательно Участковый только есть вот это вот получается право Да, он должен на бесплатное лекарственное обеспечение Частник, если он сам не хочет эту помощь оказывать То он не может выписать У него нет доступа А дети должны... Должна быть программа Должно быть централизованное обеспечение ССК-формации, доставки должны быть То есть это логистика, хранение препаратов По любому частному вы можете обратиться Они могут порекомендовать Эти рекомендации обязательно учтет участковый врач Но выписывать препараты на сегодняшний день Именно врачи, которые имеют договор с фондом Но это и частные клиники Сейчас очень много частных клиник Которые оказывают бесплатную медицинскую помощь Это не обязательно, чтобы это была государственная поликлиника А на что может рассчитывать ребенок до года? То есть там есть перечень бесплатных? 75 наименований в рамках обязательного медицинского страхования В связи с внедрением обязательного медицинского страхования Этот перечень расширился Увеличилось количество препаратов Я говорила, в 2019 году было 633 наименований препаратов Сейчас больше 1000 препаратов, которые имеют право получить пациент И у детей это больше И острые заболевания в том числе Острые респираторные заболевания, инфекционные заболевания Этот список будет увеличиваться, Ирхат? Ну, на самом деле это определяют врачи Там формулярная комиссия, Минздрав, они отслеживают Почему? Потому что некоторые Там же инновационно развиваются эти лекарства И они друг друга меняются Где-то подтверждается, что некоторые лекарства Не приносят такой эффект Это тоже реакция идет И работают постоянно Корректировки так называемого списка Список это, получается, те лекарства, по которым мы Но у вас каждый год все равно бюджет увеличивается? Да, потихоньку увеличивается Увеличивается и перечень тоже увеличивается Да, но нужно понимать, что обязательно медицинское страхование Нужно тоже в финансировании не безграничное Естественно, нужно учитывать контингент определенный Вот вы сказали, дети до года, допустим, да И нужно обязательно просматривать Вот все бесплатно, всем бесплатно Это вот, ну, наверное, все-таки невозможно В любом случае перечень должен утверждаться И мы должны понимать всем, кто заболел острыми заболеваниями Бесплатные лекарственные препараты, ну, наверное, невозможно Несмотря на то, что... Но с внедрением ОСМС очень большой перечень зашел Ну, вот ОСМС я увидела сама, скажем, фишку ОСМС Я поняла, когда я дедушку положила в больницу и маму То есть, когда я спрашивала, сколько заплатить Знаете, по привычке у меня там все Я же в частные хожу в клинике И мне говорят, нет, это бесплатно Я говорю, как бесплатно? Ну, вот в рамках ОСМС, потому что вы там платите Врач, который в поликлинике, он оформляет, получается, положил туда, да? Ну, вот мне кажется, вот эта коммуникация Вот врач тоже, наверное, это объяснять, да? Каждому пациенту, что тебе полагается это бесплатно, да? Ну, часто ты, к сожалению, видишь, что врачи иногда лоббируют там, скажем Имеют какие-то взаимоотношения с фармкомпаниями крупными, да? Допустим, зарубежными И они как будто бы лоббируют больше там Такое же тоже бывает Скажем, лекарства определенные, да? Которые человеку вроде как полезны Но в то же время, оказывается, он бесплатно может быть Некорректное, да, поведение может быть такое Неэтичное продвижение А как вы с этим боретесь? Вот, например, вы как главный врач клиники Препараты, во-первых, они в рецепте не имеют права Писать фирменное наименование препаратов Они должны международное, непотенцированное наименование препаратов писать Вот этим они ограничивают То есть они не могут направить пациента, написав Но в частном порядке, наверное, такое случается Но однозначно мы принимаем меры И потом есть очень много вот этих систем поддержки, там, жалоб И мы тоже реагируем на это, когда отправляют к какому-то аптеке там или кому-то Ну и, честно сказать, надо открыто говорить, что в чем-то пациенты тоже правы То есть они говорят, вот мы хотим вот это Потому что они исходят, или врачи говорят Мы вот это лекарство работаем, что-то оно не дает эффекта Здесь очень важно, что слышащее здравоохранение реагировало на это Поэтому вот министр тоже поручил, создана рабочая группа Почистить этот список, посмотреть вот эти все записи Да, чтобы это не было там из года в год один тоже список, да? У нас есть 93 позиции, которые вообще не заказываются почему-то Тут уже 2-3 года, ну понятно, уже что-то с ним сделать Потом это нормальный процесс Потому что связь между вот этими врачами, которые на передовой Они должны сообщать, ну, вот центр И говорить, что-то так вот с этой позицией лекарства, что-то не так Потом мы же говорим о инновациях То есть можно за те же деньги более инновационные лекарства купить Чем там 2-3 вот это И кушаешь, ты же портишь здоровье Тоже об этом нужно работать И поэтому там созданы вот эти центры развития здравоохранения у нас Которые это анализируют, смотрят Наверное, вот это тоже важная работа Почему? Потому что наши отечественные производители Они должны производить то, что реально производится И то, что продается, и то, что реально на рынке в мировом тренде И вот этот контакт между, там, то, что вузы научные, там Они как раз совместно должны подтвердить это Потому что там и этично, не поймешь Где-то этично, а где-то это в пользу Вот нужно разбираться Вот, но самое главное, наверное, чтобы пациент Он почувствовал в комплексе вот это Снимки свои сделал, там, скрининг Потом анализы провел, потом врач посмотрел И вот этот комплекс работ, который поликлиника делает Он должен соответствовать требованиям Вот, честно сказать, по медтехнике, почему мы занялись В том числе, это вот, чтобы наличие этой медтехники Она работала вовремя Никаких проблем не было с запчастями Именно та техника, которая соответствует Вот, и вот этот комплекс услуг Он только тогда врач оценит правильно Почему ошибки происходят или неэффективны Потому что где-то, даже мы говорим, раз в год лекарства Да, но может где-то лекарства вообще не работают уже на этого пациента Он должен провести скрининг, анализы Посмотреть на снимки, проанализировать В Турции даже такой момент, что они вот 10 лет смотрят снимки И интеллектуальный, искусственный интеллект включается Что у этого пациента прогнозируется его заболевание Либо она уменьшается, либо она прогрессирует Ну это видно даже по анализам Но нам до этого еще далеко Мне кажется, опять же, если не заниматься этим Компетенции врачей нужно поднимать, конечно Я согласна с тем, что... Я думаю, что это ответственность еще Ответственность каждый должен взять на себя У нас же больницы любят уже идти умирать Когда уже там четвертая стадия Или врачи во всем виноваты Поэтому ответственность должна быть Номер телефона, друзья мои, вот мы указываем Вы должны просто внимательно изучить Я сейчас тоже попрошу этот список Перечень бесплатных лекарств Есть номер телефона, на который можно звонить Нужно просто пойти в поликлинику Если у вас давление, еще какой-то диагноз Нужно просто встать на учет И у тебя будет бесплатная поддержка Потому что никто не застрахован Что в один прекрасный день он получит какой-то диагноз И нужно понимать, что ты не один Что тебя государство в этом поддерживает Спасибо большое за интервью Очень много полезной информации получили Будем к вам звонить на ваш кол-центр Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok